Немецкий контрудар был страшен. Советский 3-й батальон 34-й гвардейской дивизии 30 декабря 44-го года попытался взять железнодорожную станцию Банхида, что находится в Венгрии. И вначале это наступление развивалось успешно, но гитлеровцы с этим были явно не согласны. Свою аргументацию они поддержали большим количеством пехоты и танками. Фланговым ударом, опрокинув наступающих, они окружили часть бойцов, которые заняли трехэтажное здание. 28 гвардейцев решили либо погибнуть в неравном бою, либо, выждав удобный момент, начать прорываться к своим. Среди этих храбрецов был Столбов Филипп Гафонович. Солдат бывалый и опытный. На фронтах Великой Отечественной он находился с самого начала, с июня 41-го. И тот факт, что к концу 44-го года он был еще жив, говорила само за себя. Филипп Гафонович участвовал в оборонительных боях под Ковелем и Малининым, в боях на Дону, в Курской битве, а также он прошел всю Румынию, Болгарию и Югославию. Четырежды его настигали вражеские пули и осколки снарядов, и он находился при смерти. Но всегда кто-то его вытаскивал в бессознательном состоянии с поля боя, и советские хирурги, показывая феноменальные образцы своего искусства, резали, вынимали, штопали и ставили красноармейца на ноги. Неудивительно, что теперь командир окруженной группы, товарищ Стариков, поручил ему ответственное задание. Гвардии старший сержант Столбов, взяв с собой еще двоих бойцов, старшину Анопу и рядового Раскопанского, атаковал соседние здания и, пробившись к окнам, обрушил на скопление немцев, которые собирались для штурма дома с гвардейцами, массированный пулеметный огонь. Молчание убитых и крики раненых ошеломили противника. Фашисты стали разбегаться в поисках укрытий, но их было слишком много. Перегруппировавшись, они, забыв об основной своей цели, пошли в атаку на дом Столбова. Ярости их не было предела. Трое красноармейцев еле сдерживали их натиск, но 15 немцев смогли пробиться в комнаты, и там начался гранатный, а потом и рукопашный бой. Стены содрогались и рушились от замкнутых взрывов, а осколки, рассекая пространство, издавали звук осыпающихся мелких металлических изделий. Столбов в этом бою уничтожил гранатами семь гитлеровцев, а потом в соседней комнате схватился в рукопашный с двумя солдатами вермахта. Что и говорить, но опыт взял свое, и выполнив задачу по отвлечению сил противника, группа Столбова вернулась обратно. Конечно же, в это время остальные красноармейцы не сидели без дела, они также вели бой с врагом. Всего, находясь в полном окружении, гвардейцы продержались пять дней, отразив при этом 40 немецких атак на свои позиции. Они уничтожили один танк и три бронетранспортера, а также метким огнем истребили до 70 солдат и офицеров вермахта. Гвардии старший сержант Столбов, устроившись в засаде на крыша, все это время вел огонь по врагу из своей снайперской винтовки. Он лично вывел из строя два пулеметных расчета и убил трех немецких танкистов, которые готовили свой танк к атаке. А в ночь на 5 января 1945 года отправился в разведку. Проползя по Пластунске, по всему переднему краю, Филипп Агафонович нащупал слабые места в немецкой обороне и, возглавив отряд, вывел гвардейцев из окружения на соединение со своими войсками. Конечно, удивительно, но в некоторых источниках написано, что потерь советские бойцы за эти пять дней не понесли совсем, и все 28 человек вышли из окружения невредимыми. Уж верить в это или нет, решайте сами. Уже после победы 29 июня 1945 года помощнику командира стрелкового взвода Столбову Филиппу Агафоновичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Родился Филипп Агафонович 1 июля 1921 года в селе Столбовка Алтайского края. До войны он окончил 4 класса образования и работал в лес-промхозе, а после Великой Отечественной демобилизовался и проживал в городе Славянске Донецкой области. Скончался герой 15 ноября 1997 года. Друзья, спасибо вам за поддержку канала. До свидания.